Молился утречком. Интересный процесс. Я завсегда Господу воздаю всякие похвалы, словословия, рассказываю ему, какой он классный, добрый, милосердный. Говорить ему о его же благости вроде как смысла нет. Однако результат прекрасный. Пока я его так восхваляю, в моей душе совершается удивительный процесс. Мрак исчезает, боль за всякие мерзости исчезает, даже давление выравнивается, и голова перестает болеть. И восторг возник. Какой же наш Бог поистине благий, по-настоящему милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его, и как неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему и слава вовеки. Аминь. Я в изумлении смог. Просто слова пропали, только вздохи беззвучные остались, как у того мытаря. Будь милостив ко мне грешному. И милость сердца мое излилась, стала радостна, и я запил. Давай, споем вместе. Мой Бог скала, сокрыт в нем я. Покров во время бури. В покой свой ввел Господь меня. Покров во время бури. Иисус, мой источник в земле сухой. В земле сухой, в земле сухой. Покров во время бури. И если враг меня страшит, меня спаситель защитит. Встают ли горы предо мной? Не бойся, слышу я с тобой. Мой Бог, Отец, покров святой. Покров во время бури. Я жажду жить одним тобой. Покров во время бури. Иисус, мой источник в земле сухой. В земле сухой. В земле сухой. Иисус, мой источник в земле сухой. Покров во время бури. Продолжение следует...